После знака движения запрещено стоят 10 машин, еще 3 расположились на тротуаре, прямо в пешеходной зоне. По словам местных жителей, такая ситуация повторяется регулярно. Чуть дальше удалось насчитать еще 8 машин, расположены они недалеко от парковочной зоны. В шаге от здания филармонии, рядом с памятником грибов с глазами, тоже стоят машины, вдоль которых приходится лавировать пешеходам и гостям города. Ситуация эта происходит в Нижнем городском саду, месте, которое понемногу превращается в парковочную зону. Здесь в парке иногда машины стоят в самой парковой зоне. Вот как вы к этому относитесь? Это нормально? Ну отрицательно, конечно. Здесь детки гуляют. Маленькие совершенно. Вот эта площадка для маленьких детей. Вот таких, как наши, 2 годика, 3. И, конечно, хотелось бы, чтобы обратили внимание на саму площадку, честно говоря. И чтобы не мешали, чтобы транспорт не мешал нам здесь гулять. Здесь парковая зона. В общем-то, люди идут и с колясками, и с детьми. И это создает определенное неудобство. Я считаю, что это немножко неправильно. Но для этого должны быть организованы какие-то парковочные пространства, места для сотрудников, кто приезжает. Так, наверное, это неправильно. Возмущаются и некоторые водители. Вероятно, те из них, которые выполняют требования ПДД и не проезжают под запрещающие знаки. А также не паркуются в парковых зонах. Понять автолюбителей, конечно, можно. Сейчас в городе всюду появляются платные парковки. Начиная с центральных улиц, они движутся в сторону периферии. Попросту лишая водителя возможности оставить автомобиль на стоянке и не платить за нее. Кажется, что бесплатно можно припарковаться только во дворах. А количество машин в городе на убыль не идет. Вот и складывается такая ситуация, что водителям приходится выбирать между платной стоянкой или запрещенным местом для парковки. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.